переключал болгарию здравствуйте здравствуйте а мы с двух регионов узбекистан ташкент приветствую вас а это татарстан россия татарстан да татарстан да узбекистан татарстан болгария меня станишники это это рулетка нас подружила это любовь хотите попробуем я просто на рулетке четвертый или пятый раз вышла но я уже четыре пять раз это уже много это уже опыт я еще не додумалась нет это не и и не мы тоже до этого додумались для того чтобы вот это сделать это надо купить премиум аккаунт в этой рулетке и тогда я лучше конфеты куплю ну стоит то немножко дешевле на рубли 300 рублей на евро 6 евро по моему на 6 и 6 евро а юрича спасибо огромное прислали ему денежку прислали на конфеты я потом зачитаю я тоже хочу вы тоже хотите а вы знаете давайте сначала познакомимся меня зовут искандер искандер да виталий микрофон поближе сделаешь очень приятно вы так чисто замечательно говорить по по-русски даже я русскоговорящий узбеку удивляюсь этому а я русская все вот смотрите набегает встреч на вопрос какого ляха бы поперлись болгарию вот кстати у нас есть знакомый болгарин в чате он говорит она русская из москвы он вас знает наверное а как его зовут петр нет не знаю вы знаете сожалению не все сразу знакомиться вот именно давая нет ну представьте себе человека тоже вот с бородой в очках ты прям меня описываешь или себя вчера я разговаривал с одним мужчиной в москве я что он не представился мне где-то он не из москвы он он был болгарин но живет на западе великобритании но сейчас но сейчас он в болгарии в гостях ладно ты вот сбил вы не поверите а где-то час назад от меня ушел из гостей пришел только познакомились сейчас русский болгарин как я я говорю русский болгарин потому что у него два паспорта и русский и болгарский и вот он приехал сейчас в болгарии мне привез и конфетки привез лекарства я просил его лекарства вот мне лекарства привез я очень благодарна денежку я ему конечно отправила одно то что он это сделал потому что мне надо русский было лекарство вот он русский болгарин вот так самое самое лучшее лекарство для красивой женщины это шоколад а самое лучшее все еще самый лучший это шоколад с коньяком виталий вы я запомнила сергей я читаю я стараюсь я еще знаете что я вот там одно слово вас там примерно так понравилось это снова донаты ну у нас стрим идет вот у бабая свой стрим у меня свойства вы попали на два стрима сразу да да она спасибо что вы меня хотя бы предупредили и спасибо что ну не знаю ну поучаствуй попробую показаться умнее чем я ей вы знаете я вам сейчас скажу что вы каждый каждый стрим быть вот это и делай вот этим занимаемся пытаемся показать себя умнее чем вы и на этом youtube канальчики я тоже хочу стремлюсь быть лучше чем я есть может быть поэтому вам вот этот человек сказал потому что мне один человек уже встретился он не сказал а я как вас видел на ю тубе я вы не может быть он говорит да случайный год мелькнула говорит там какая-то заставочка посмотрел я бы я так рада я вот это называется слава наступила называется популярность давайте мы немножко попиарим ваш канал как он называется но он интересен только тем кто живет в болгаре руса болгарочка на пенсии замечательно о чем вообще о чем вы на своем канале вещает я рассказываю о себе как я здесь живу и помогаю людям тем что рассказываю что есть болгарии как надо поступить в какой-то ситуации через которые я уже прошла много было трудностей спрашивать было не у кого и постепенно вот догадываясь как поступить в какой-то ситуации как записаться к личному врачу мне никто этого не рассказывал как я прошла эту ситуацию как надо ну куда пойти где что оформить какие-то вот такие маленькие нюансы житейские такие я вам подскажу как как поднять ваш канал побыстрее нет нет ни один не не про казаны вы сказали вы рассказываете своим подписчикам о том что что в болгарии есть лучше рассказывайте о том чего нету что мы еще и мы еще и такие пропагандисты что прям не только держись дав дав приветствую мария кулатом я вижу я вам потом всем отвечу ребята я всех тоже читаю калинина и критика екатерина всех всех привет смело вот баба баба и он немножко это такой знаете любит сбивать с темы я хочу узнать как что подвигло вас поехать в болгарию семейные вопросы экономически не знаю политически нет семейное дело то что я поехала не сейчас и кстати я на своем канале как раз рассказывая о том как я приехал сюда я 2010 году здесь купила студию и как я покупала я прямо по шагам прям рассказываю я вообще приехала болгарию впервые я не знала про эту страну ничего любила я я извиняюсь вот наш болгарский друг уже третий раз меня просит спросить вас где вы живете в каком городе бургас как бургас бургас петр бургас если рядом давай беги вы ему понравились он подпишется на мой канал мало того мы же еще потом и нарезочку сделаем причем на двух каналах есть у вас ручка есть записывать и такая ручка и такая вот замечательно вот до шариковой ручкой берете в ручку шариковую ручку и пишите по листочку бумаги канал называется вот у товарища который вот то есть у искандера у него называется канал бабай вот а у меня называется газ конец ничего сложного нет а тут у вас она в ютубе сейчас вот очень интересное предложение поступило от юрия юрия да чурин пусть скажет название тотал над канала устроим татарский набег хотите татарский набег я буду очень рада руса болгарочка на пенсии возьмите ручку вот такую так весь чат весь чат берите ручки шариковые вы видели какие и будем учиться писать по болгарски а можете по под понимаете нам нам все время украинцы говорят что мы никого не понимаем можете что-то по-болгарски такое сказать секундочку у меня одна была такая ситуация интересная я просто одному человеку рад вас видеть и мне попросили написать заявление мне надо переписать а буквы одинаковые кириллица я сижу пишу сзади меня подошел полицейский смотрит и говорит как будто я не понимаю это говорит просто по-болгарски так же по-русски она говорит пишет я поворачиваюсь говорю да она пишет по болгарски я говорю да только я не пишу а переписываю маленькая такая разница вот так что вы хотите чтобы я что-то сказал по-болгарски да что-нибудь но не не высокопарная вот в обычном я не знаю сколько сколько стоит в магазине молоко или там сколько стоит у вас хлеб вот что-то такое просто чтобы определить что вы произносите или нет виталий могу одну фразу вот эту одну сказать больше ничего не могу у меня на канале есть почему вы не смеетесь у меня на канале есть ролик такой болгарский язык он так и называется там можно смеяться сколько угодно я рассказываю что я знаю по болгарски и как вообще я им владею а сейчас я скажу полка струны мляка сколько стоит молоко а я услышал мляка мляка я еще понял а первое я услышал как пол кастрюлю молока а строй полка струны мляку а теперь быстро скажи это виталий полка струны мляка полка струны позднее на мляк у меня только единственно знаешь это бабка яйка млейка вот это вот быстро быстро больше ничего не могу такой знаете я вас понимаю потому что когда я только приехала для меня тоже был сначала было ощущение такое неправильные русский язык вот так я ощущала а потом я привыкла и мне не кажется он там некрасивым неправильным еще что такое нет это просто другой язык и я вот его уважаю и ну я единственное что я не говорю по-болгарски потому что мои соседи те которые немножко разговаривают они со мной стараются по-русски говорить но по ним понимаете хоть бога то что болгаров с вами общаясь нет не только очень медленно говорят если хорошенько выпьет солнце солнце в бряк есть такой вот я вот когда когда наполеона на пись сразу французский начинаю понимать я так понимаю ты все время под водочкой даже на хорошем русском я друзья я столько не могу чтобы понять какой нибудь язык просто я надеюсь вам везет я вообще не пьющий у меня проблемы с языками я рада а кстати вот шапочки не то что одинаковые но как-то вот интересно и здесь какой-то орнамент здесь какой-то а ну собственно национальный орнамент я бы так сказала сначала я не увидел на бейболке там тоже национальный орнамент ах вот так даже но я так понимаю скандер это лично для меня это лично для виталия для вас для вас он мешает он половину шапочки закрывает собой нет просто ее ноги и носят вот на затылке эту шапку обычно вот так ее носит но специально для вас давайте я вот так вот вам покажу вот это узор и и вот так вот узор я так и называю вышиваночка люди люди пишут что уже на вас подписались спасибо мне будет очень приятно вот так и кстати если хотят посмеяться то пусть посмотрит там есть видео про болгарский язык насколько хорошо я его знаю понятно рада были с вами познакомиться людмила мне тоже было очень приятно бабачек подожди 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 он обычно это блин я путаю у меня то он сверху сидит а вот это у него я снизу наоборот короче блин запутал до меня бат я хотел вот самый 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 актуальный вопрос бы понимаете в болгарии я понимаю что не все однозначно вот и государство и народ путать нельзя мне интересно вот вы русская как вам болгара относится есть вот эти вот недоверие какая-то агрессия еще что-нибудь такое вот лично камни нет да я знаю что есть часть болгар которые не очень относятся хорошо к русским как бы но вот я хочу сказать что за время вот изменения те которые сейчас в политике первый вопрос который сейчас стали задавать а когда слышат русскую речь они спрашивают это русская или украинка раньше этот вопрос не задавали раньше мы один народ были да и сейчас отвечая на этот вопрос естественно я говорю я русская я как-то боялась вот отвечать мне чуть было страшно но когда отвечаю ну как есть я говорю так и есть то ответ такой фу хорошо а я говорю а что если бы я сказал что я украинка тогда как они нет так лучше я не знаю что это но дело в том что здесь немножко вот ну другие обороты речи вот у нас вот если нет это хорошо у нас как-то немножко смешно как-то виталий засмеялся да а здесь по-другому смотрится это не смешно это такая фраза это нормально нет нет я понимаю просто звучит она для русского языка немножко и по-другому для нас нет это хорошо значит нет это хорошо что вы русская а у нас а у вас в вашем буду то что вы сказали оно повисло и непонятно что хорошо то что вы русская или то что вы не украинка вот а вот вопрос который задают приходишь к доктору и вопрос такой вот я долго к нему привыкал я не могла его понять что ты хочешь я прихожу к врачу не врачи говорит что ты хочешь мне это было я не смеялась нет но мне было непонятно что вот как мне на это реагировать и все а потом я поняла но это нормально такая фраза то есть типа расскажи с какой ты проблемы пришла вот есть это вот так а вот когда или так вот или так короче скажи я вот пришла на него скажи я смотрю думаю что фамилию сказать номер этого еген там или что сказать скажи а это означает вот объемкая как бы слово фраза то есть расскажи свою проблему чем-то пришла вот есть какие-то такие вот обороты вы тоже к этому надо привыкнуть и вот что-то я пытаюсь рассказать и объяснить но то что знаю я могу не очень много много знаю но уже своем канале я пытаюсь вот это рассказать сказать объяснить простыми словами обычными вот я думаю что тем кто здесь живет не все кто знает помогать и могу понятно а я извиняюсь людмила огромное спасибо очень было приятно с вами познакомиться честное слово я надеюсь мы еще с вами встретимся спасибо я запомнила виталий искандарь виталий и кстати искандарь тоже пенсионер я тоже много могу что рассказать а а его еще до пенсии ой пилите пили подписывайтесь не помогаете уже помогли а я на вас подпишись тоже вот посмотрите плюс один человек будет из болгарии спасибо большое спасибо спасибо огромное спасибо мне было очень приятно до свидания до встречи так